Венчание – это брак, заключенный перед лицом Господа. Это таинство самое волнующее и красивое. Здесь навеки скрепляются сердца влюбленных. Венчание – очень ответственное дело, и важно быть внутренне готовыми предстать перед святыми дверями храма. Понимая это, в Санкт-Петербургской митрополии, в поселке Тярлева, планируют открыть музей свадьбы, семьи и детства имени Марии Федоровны, где будут рассказывать о семейном послушании, о любви, о смысле таинства венчания и о свадебном этикете. Третий год вместе, как одно целое, Сергей и Людмила Зверевы. Дочурка Аня – как результат их большой любви. Молодые люди сыграли свадьбу, когда им было по 18 лет. Спустя несколько месяцев они венчались здесь, в храме преображения Господня. Удивительное, конечно, было в тот день ощущение, какое-то благодарение друг перед другом. И в самом чине венчания, в службах говорилось о том, что отлепиться от семьи, прилепиться к мужу. И жена к мужу, и он к ней. Это было очень сложно в какой-то степени для наших родителей понять, что вот они выросли, что они еще и повенчались, и они отделились. Но это именно произошло. Вот было такое ощущение, что у меня даже слезы в этот момент венчания, я просто не могла сдержать. Это какая-то такая тихая радость, которой не было на свадебной церемонии самой. Настоятель храма Александр Покромович таинство брака совершал около ста раз. Говорит, что через это человек получает то, что больше всего ищет в жизни – истинную любовь. Брака не существует без венчания. Потому что, вот, да, а как нам соединиться вместе, как стать единым целым? Если человека благословит Бог, тогда это действительно крепко и хорошо. Поэтому брак, вот, в частности, вот для меня в моей собственной жизни, стал настоящим только тогда, когда я венчался в церкви. О семейном послушании, о любви, о смысле обенчания, о свадебном этикете хотят рассказывать и показывать в музее свадьбы семьи детства имени Марии Федоровны. Именно его планируют открыть в поселке Тярлево. Перед добрым начинанием – благословение батюшки. Этот музей будет как раз способствовать всем новобрачным, молодым людям сохранить семейные отношения. Причем сохранить их на долгие годы. Потому что в этом музее мы будем рассказывать и про военные свадьбы, и про блокадные свадьбы, и про то, что люди как ждали, как верили, как то, что у них в семье должно быть все хорошо. Ну и, естественно, и дети, чтобы дети рождались. И музей именно свадьбы семьи и детства, то бишь это маленькие дети. Вот в этом тереме в скором времени, быть может, откроет свои двери музей свадьбы семьи и детства. Это ферма Марии Федоровны. Ее жизнь и дела – как яркий пример идеальной жены и матери для современников. Создание такого музея поможет восстановить утраченные традиции петербургской свадьбы.